Нет, зачем ты мне помешала поставить этого наглеца на место? Не будь неблагодарной, царство. Если бы тебя не вытащили оттуда, ты бы до сих пор... Акилис? А что ты здесь делаешь? Мы будем в деньгах купаться. Это будет непросто. Мой старик никогда на такое не пойдет, ты понимаешь это? А с чего ты взял, что твой старик об этом узнает? Ты сделаешь это за его спиной. Роман, придется подделывать накладные, доставать печати. Сам понимаешь, это все очень накладно. Ну ладно, так и быть. Вместо десяти я отстегну тебе 15%, но не больше. Это будет твой навар. Твое дело вылезти из кожи, но развести отца и провернуть это дельце. Ладно, ты свой бизнес знаешь. Слушай, а вместе с сыном начальника таможни все как по маслу пойдет. Ну так что, по рукам? По рукам, братишка, по рукам. Хорошо, что я тебя нашла, Роман. Ну, а чем могу быть полезен, кузина? У тебя серьезные проблемы. Так что приготовься, мой дорогой. До твоей невесты дошли слухи. Ей сказали, что ты встречаешься не больше, не меньше, как с Чики. Что? Не смей приближаться к моей семье. Отец, ты не можешь запретить мне видеться с братом. Господи, дядя, несмотря ни на что, Акилис остается твоим сыном. Нет, я знать не желаю этого извращенца. Убирайся. Сеньор, ради бога, не отрекайтесь от своего сына. Минутку, Хуананхель. Это мой дом, и ты не имеешь ни малейшего права распоряжаться здесь. Спасибо, тетя, и чтобы все знали, Акилис у нас останется. Что? Ты знала об этом, цаца? Нет. Но если моя племянница хочет, чтобы ее кузен остался здесь, я не возражаю. Чувствую себя как дома, сынок. Ты это делаешь мне назло? Нет, сеньор. Она только хочет помочь человеку, который остался один. И дайте бог, дядя, чтобы тебе не пришлось сожалеть о своем поступке. Пойдемте. Я тоже пойду. Ребятам поесть приготовлю. Хуананхель. Что у тебя за проблемы с сыном? Откровенно говоря, я считала тебя хорошим отцом и снова ошиблась. Как отец я потерпел полное фиаско, но не собираюсь обсуждать это с тобой. Я пришел поговорить на единственную общую для нас тему о Валентине. Моя племянница Валентина не тема для разговора между нами. К счастью, она больше не живет в твоем доме. Так что тебе не надо о ней заботиться. Ошибаешься. Валентина работает в моей компании. Что? Неужели этой мошеннице удалось и тебя оболванить? Да как ты могла подумать, что Соса собирается прикарманить деньги Валентины? Я никогда не была ни сплетницей, ни интриганкой. Но положа руку на сердце, этот Соса не образец для подражания. Ты это знаешь. Думаю, что ты ошибаешься, Селеста. Да, я тоже так думал. Считал, что особо она легкомысленная. Но теперь сильно в этом сомневаюсь. Ты меня удивляешь. А разве не ты ее всегда недолюбливал? И все потому, что плохо ее знал. Не было случая выяснить, кто она на самом деле. А актриса, невзирая на то, что она сестра Эвы, я никогда не считала ее членом нашей семьи. Эва тоже была певицей. Но всем доказала, что достойно носить нашу фамилию Селеста. Это исключение. Ее сестра другое дело. Селеста, боюсь, мы к ней несправедливы. У меня была возможность разговориться с ней. И я убедился, что женщина, она приличная, воспитанная, заботливая. Мы на ее счет ошибались, смею тебя уверить. И нам еще придется дорого заплатить за то, что мы осудили невинного человека. Я понятия не имела, что Валентина работает в твоей компании. С сегодняшнего дня. Она сама ко мне попросилась. Только не подумай, что это я ее к тебе подослала. Нет, конечно. Я же знаю, Валентине нужна работа, чтобы оплачивать свое обучение. Бедная толстушка. Я не в восторге, что девочка вынуждена работать, но предпочитаю, чтобы она была у меня на глазах. А тебе я выпишу чек, оплатишь вступительный взнос в университет. Даже не вздумай, Хуананхель Вильяноява. Не возражай. Это для Валентины. Чтобы она от других не отстала. Каждый месяц я буду выписывать тебе чек на ее расходы. Держи. Ни Валентина, ни я не нуждаемся в твоих деньгах. Нас так просто не купить, Хуананхель. Запомни это раз и навсегда. Пожалуйста, соседа, оставь эти глупости. Это не глупости. Я никогда не решала свои проблемы, пользуясь услугами мужчины. И не собираюсь изменять своим принципам. Я сама оплачу учебу Валентины. Точка. Пока нам нечем заняться, давай перекусим. Ты не возражаешь? Здорово. А откуда ты узнал, что я есть хочу? А у меня в животе часы. Когда мне было столько же лет, сколько и тебе, я все время хотел есть. А что сказал врач, как моя мама? Твоя мама обязательно поправится, но нам придется оставить ее на несколько дней в больнице. Ее здесь будут лечить, и мы купим ей лекарства. А этого хватит? Да, милая, хватит. Еще и останется. Спрячь, сейчас мы пойдем в аптеку. Но если мама останется здесь, то что же мне делать? Под мост идти? У меня там много друзей. Нет, нет, об этом я тоже позабочусь. А что сделаешь, сеньор, наоборот? Я отвезу тебя туда, где тебе очень понравится. Я этого не допущу, Рита. Им придется переступить через мой труп, вышвырнуть детей на улицу. Боже ты мой, ни за что. Ну, вы же знаете, сеньор Нарьего человек влиятельный, а деньги к деньгам. Он рассчитывает сорвать большой куш, продав этот дом. Ну, конечно, торговый центр, это большие деньги. Никакого сравнения. Это должно быть Лоренцо. Алло, Лоренцо? Нет, мальчик, это Арестас. Арестас, какой сюрприз. Ты не можешь найти Чики? Она сейчас на репетиции. Нет, нет, я не ей звоню. Кукла, у меня к тебе большая просьба. Я только что подобрал на улицу одну девочку, ее мать положили в больницу. Бедняжке, негде жить. Бедненькая, представляю, как она напугана. Вот поэтому я тебе и звоню. Хотел спросить, могу я отвезти ее в твой приют хотя бы на несколько дней. Вот, значит, какие дела, приятель. Помирились со своей толстушкой? Понимаешь, Йорди, Валентина сказала, что постарается полюбить меня. И знаешь, я ей поверил. Думаю, Валентина сможет разделить мои чувства. Серьезно. У тебя, шеф, должна быть гора, с плеч свалилась. После стольких неприятностей все пошло как по маслу. Это точно. Думаю, жизнь начала налаживаться. Вошла в нормальное русло. Во-первых, меня повысили. А во-вторых, объяснился с Валентиной. Надеюсь, у нас все сложится. За это нужно выпить. Пусть даже кофе. Салют. Да. А теперь, Йорди, оставим всю эту романтику и перейдем к суровым будням. Работа у нас не в проворот. С этим не поспоришь. Личное дело Гори Перо просмотрел? Заметил, что у этого месье несколько ходок за наркотики? Да, полагаю, этот парень выведет нас на банду, орудующую в столице. Поверь мне, Йорди, я засажу всех мерзавцев, торгующих этой древнью. Еще чего. Я тут же поставила его на место. Решил предложить мне деньги, чтобы я оплатила учебу Валентины. Кума, в этом нет никакого греха. А может, Хуананхель просто хотел... Ничего он не хотел. Я не его жена. Я ему все высказала. Кому, тетя? Кому ты все высказала? Никому, утенок. Какой-то ненормальный напугал меня на улице. Акилис? Акилис, дорогой. Я хотела спросить, из-за чего ты поссорился с отцом? Неважно, тетя. У моего дяди с Акилисом возникла одна проблема, и они... акилисом...